Здарова народ, с вами Гобз. Квоту по 4К видео надо выполнять, я решил достать информацию, которую, ну, кто-то уже знает, кто-то еще не знает, она слегка запоздала, ну, в некоторых аспектах. Ну, а что-то, может быть, относительно новое будет для вас. А именно информация о Street Fighter 6. Ну, для начала мы еще несколько месяцев назад узнали о том, что Street Fighter 6 выходит в 23-м году. Судя по тому, что сейчас идет в тестировании, я могу предположить, что это будет 23-й год, либо февраль-март где-то, потому что в марте заканчивается финансовый год. Ну и надеюсь, что тестировщики выявят все баги и недостатки баланса, а недостатки баланса будут по-любому. Очень многим фанатам серии не понравился новый визуал. Честно говоря, я в том числе. Не назвал бы себя прям фанатом, но вторая часть и четвертая подарили мне много незабываемых вечеров с друзьями. И в общем, ситуевина-то с визуалом вот какая. Они решили удариться в чуть более реалистичный стиль отрисовки. Гипертрофирование все еще есть, но немножко в других местах. Проблема в том, что Street Fighter по сути является аниме. Буквально. Это аниме. По нему много аниме снято. Сейчас, уходя в реализм, они сталкиваются примерно с той же проблемой, с которой столкнулись люди, которые делали Tekken против Street Fighter. Кто не знает об этом проекте, поясню вкратце. Вышел такой проект Street Fighter против Tekken. Неплохой кроссовер в стиле Street Fighter, но с персонажами и Street Fighter, и Tekken. Стилизовать персонажей из Tekken под Street Fighter удалось. И решили запустить второй проект. Tekken против Street Fighter. И вот с реализацией персонажей из Street Fighter в Tekken произошли некоторые проблемы. Откровенно говоря, большая часть персонажей в Tekken начинала выглядеть либо убого, либо неузнаваемо, что было не очень хорошо. И еще одной проблемой в этой ситуации стало переход в трехмерное пространство. Сейчас объясню. Street Fighter все-таки двухмерный файтинг, кто бы что ни говорил. А Tekken это все-таки трехмерный файтинг, именно в варианте боя. Из того, что я слышал и видел по старым футажам, смогли реализовать только двух персонажей. Это Рю и Акума. В случае Акумы он вообще перекочевал в седьмой Tekken и превратился в одного из триггеров сюжета. Самое смешное, что он даже в местный лор удачно вписался. Но это я чего-то не туда залез. В общем, уйдя от этого стиля, фанаты стали негодовать. Но это опять же не последняя проблема. Еще начиная с четвертой части, ну точнее с очередного переиздания четвертой части, стало появляться много новых персонажей. Они были однотипные, но более-менее отбалансированные. А тут появились опять новые персонажи, так же, как и в пятерке. Не знаю, как их отбалансировали, но проблема в том, что часть из них это стереотипы, а другая часть хипстеры. И это тоже не понравилось фанатам. Возможно, это бы не было проблемой, если бы на них такой акцент не делали. Но опять же, черт его знает, потому что тут компания вообще создай своего персонажа и дерись по факту за него. Не знаю, как они это реализуют, но это вызывает у меня хренову тучу сомнений. Еще одна проблема, на которую обратили внимание фанаты, достаточно сильное изменение звукового сопровождения. А именно, им не понравился ролик, презентации. Честно говоря, я слушаю это произведение и ловлю себя на мысли, что оно не очень подходит под Спритфайтер. Мне в принципе нравится рэп, но в данном случае он неуместен. Причем неуместен не потому, что он просто не подходит к этой серии, а потому, что конкретно эта композиция не подходит. Я черт знает, сколько этому человеку заплатили, но мне кажется, ему переплатили. А сейчас вернемся к старым персонажам, а точнее, к их одежде. Опять же, были возгласы касательно Чун Ли. Она надела леггинсы и сняла свои знаменитые ботинки с колготками. Честно говоря, выглядит немножко неуместно. Может из-за цветовой гаммы, может из-за того, что они блестят. Но даже мне кажется, это немножко инородно. Но как-то привычно на контрасте ее видеть. Ну сделали бы их черными что ли под синий цвет, чтобы они как-то по-другому выделялись. Ну и опять же, зачем они убрали Берцуху? У нее были нормальные белые Берцы. Да, я знаю, что это не Берцы, но выглядят они как Берцы. И всех все устраивало. Но сейчас происходит какая-то хрень. Она не единственный персонаж, который подвергся такому ребрендингу, но, блядь, я не знаю, как на это реагировать. Мне не нравится. Ну а теперь немножко с фронтов, тестировщиков, так сказать. Тестеры у нас настолько ранимые, что не могут играть за персонажа Джури. Сейчас немножко поясню. Когда ты выбираешь персонажа в матче, это анимированная 3D модель. И, как правило, она зафиксирована в одной позе. Ну, типа движется, но в одной позе. Так вот, Джури стоит, вытянув ногу вперед. Ну, давайте честно. Кореянка, мастер Тэквондо, ну, да, ассоциации именно такие должны быть. Так вот, этот бедный тестировщик не может играть за персонажа, на которого, внимание, будут наяривать фут-фетишисты. Тарантино вошел в чат, блядь. Ей-богу, это какой-то идиотизм. Ну, тогда давайте еще Занкиева всего сбреем, всех мужиков полностью наденем, сдуем их, потому что они нереалистичные, хипстеров уберем, уберем парочку новых персонажей, потому что, может быть, они очень нравятся некоторым женщинам, которые любят миленьких, молоденьких мальчиков, или тот зеленый бразильский боец, потому что он похож на орка, может быть, кому-то нравится орки, или, не знаю, фурии, или еще что-то. Короче, это просто претензия ради претензии. Твою ж мать, стритфайтер еще даже толком не вышел, а у него столько подобных дурацких историй, вы мне можете объяснить, как это генерируется, это твою мать? С пятым-то стритфайтером было много проблем, в частности, из-за баланса, монетизации, но это все нормально, это обычное дело, мы к этому привыкли. Но вот эти вот наезды на человеческие фетиши, на, не знаю, я не могу в это играть, мне не по себе, ну так не играй, хер ли ты так стировщиком, сука, работаешь, блять, в общем, не знаю, чем это все закончится, но скорее всего, ничем хорошим для стритфайтера на старте это не будет, потом Кэпком нам еще хреновую тучу новых версий продаст, потом еще к ним DLC, потом еще какая-то херня произойдет, скорее всего, ебутся с балансом, как обычно, и будут продавать костюмчики, в общем, ребята модеры, у вас будет очень много работы, а на сегодня это все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok